Приветствую. У вас Роза. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, в первую очередь можно обратить внимание на то, что вы говорите, что делать нам, а не что делать мы. В первую очередь можно обратить внимание на то, что вы, к примеру, говорите, что хотите спасти отношения, но при этом не совсем понятно, что объединяет вас и вашего мужчину. То, что вы описываете, сколько вместе лет вы не написали, какого количества времени вы вместе не написали, но то, что вы описываете, как правило, происходит с людьми в определенные кризисы отношения. Например, кризис трех, кризис семи лет. Так условно называются кризисы, когда вызывают проблемы. Что происходит в момент этих кризисов? В момент этих кризисов, как правило, те чувства, которые изначально были, например, чувство страсти, чувство зубленности, проходят. И, по идее, по идее, должны появиться другие, другие чувства, по идее. Я подчеркиваю, по идее. Почему? По идее, потому что на основном, как бы, деле они не появляются, они появляются не всегда и не у всех. И начинают, соответственно, проблемы. Чувства первоначальные проходят, новых чувств не появляются. И, в итоге, такая вот возникает ситуация, что человек, вот, ну, в данном случае вы, откровенно начинает страдать. Итак, значит, это первое. Второе. Есть ощущение, что вы чересчур зависны от партнёра своего. Есть такое ощущение у меня, что вы, ну, чересчур не знаете, что, может быть, для человека чересчур ценен для вас. Такая ценность редко, когда приводит к чему-то хорошему. Вот. Дальше. Интерес в вашей жизни. То есть, я имею в виду... Насколько вам интересна ваша жизнь, что вы так отчаянно нуждаетесь в ласковых словах своего мужчины. То есть, как будто бы вы не чувствуете своей ценности без этого. Как будто бы вашего собственного ценза, нет. А есть сенс только другого человека. В этой ситуации совершенно не удивительно, что так нуждаетесь вы в словах своего партнёра. Ведь, если вы не прислушиваетесь, например, к себе, то вам нужно это чем-то заменить. А легче всего заменить другим человеком. Вот. Нашли на кого, на кого перенаправить вот свою энергию. Вот. Перенаправили её. И думаете, что так будет. Ну вот. Все время. Думаете, что так будет постоянно. А люди меняются. И если человек начинает чувствовать, что вам не просто приятны ласковые слова, а вынуждаетесь в них, то ласковые слова уже перестают быть просто ласковыми словами. Они становятся чем-то большим. Они становятся тем, что позволяет человеку другому чувствовать себя лучше. А ласковые слова не для этого. Понимаете? Вот. Если вы, вот, заговорите, что я там, ну, я что-то делаю, вот я стараюсь ласковые слова получать, ну так, момент в том, что вы это делаете как раз ради ласковых слов, а не потому что вам и хочется это делать. Чтобы вы делали, потому что просто вам этого хочется, вероятно, вы делали бы меньше. Караты меньше меньше. И вот как бы слова нам были нужны, мягко говоря, не так. А энергия, бывает, осталась для того, чтобы больше внимания обращать, например, на себя. Вот. И таким образом мы могли бы получить возможность жить своей жизнью, а не жизнью своего мужчины, как это происходит сейчас. Получается, что две жизни кладутся на плечи одного человека, вашего мужчины. Это тяжело и много. Это любому тяжело и много. Не только вашему мужчине и не только за вас. Любому человеку тяжело. Вот. Не знаю, понимаете вы, ну, задавали ли вы себе вот когда-нибудь вопрос подобного рода, но если не задавали, то подумайте. Подумайте, что надо будет. Вот. Это не всегда очевидно. Бывает. Вот. Человеку, как бы, ну, со стороны, да, не всегда очевидно это бывает. Но очень такой, это важный момент. Вот. Дальше. Значит. Нет уже никакого внимания ко мне, как раньше, как он ухаживал, какие комплименты и ласковые слова говорил. Ну вот, если так, то здесь можно констатировать, что, возможно, у вас отношения в большей степени гендерные. По, так сказать, характеру. Вот. А не личностные. То есть, что такое вот, что такое гендерные отношения, да, в первую очередь. Это когда в МФФ идёт только между мужчиной и женщиной. Вот. В этом, в этом случае, когда в МФФ идёт между мужчиной и женщиной, то отношения определяются исключительно только привлекательностью мужчины и женщины. Друг для друга. Вот. Ну, фактически можно сказать, что их совместимость. Вот. То есть, если мужчина и женщина совместимы, ну, друг с другом. То, у них всё хорошо, у них страсть, у них, оказывается, что они идеально друг другу подходят. Вот. Но, если, как бы, помимо этого, в отношениях нет ничего, если помимо этого, вот, в отношениях нет никаких других моментов, нет личностного взаимодействия, то есть не только гендерного, да, но и личностного. То это существенно объединяет отношения, делает их односторонними, делает их в какой-то степени узкими. И существенно объединяет количество сторон, которыми люди могут соприкасаться друг с другом, ну, вот, в отношениях. И когда вот эта вот гендерная привлекательность проходит, она проходит, рано или поздно, вот, то не остаётся, к сожалению, ни уважения, не остаётся, к сожалению, ни уважения. Такого человека. Вот. Потому что, как раз таки, личности не взаимодействовало. Ну и начинается процесс узнавания. Романтика прошла, влюблённость прошла, начинается процесс узнавания, и начинают всплывать всякие, что называется, сюрпризы. Вот. Сознавается, что человек, которому ещё совсем недавно ты класс в любви не такой идеальный, на самом деле, как ты о нём думал. Ты уже ему там очень много чего обещал, или там уже как-то привучил его к какому-то отношению. Вот. И, соответственно, мы попали, как мне кажется, в эту самую ловушку. Момент в том, что часто в таких ситуациях возникают вот такие моменты, когда люди, что называется, не могут друг без друга. Вот. 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 Если личные границы у людей размыты, то в то время, после такого времяпровождения, люди отличаются быть, ну, самодостаточно. Попал в это дело. И это я ещё больше отглаживаю, потому что в буквальном смысле такие отношения начинают дышать. Вот. 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 Такая история, скорее всего, произошла и у вас. Как мне кажется. Что-то надо объяснять, чтобы я не вспоминал прошлого, желанного стоящего, а не вспоминала, что было как когда-то. Он прав. Он достоит здесь спросить себя, почему вы вспоминаете прошлое. В итоге начинает из-за этого ключа от меня отрываться и грубить. Я плачу из-за этого. Слухает ссора. Надеюсь, мне кажется, со слезами. Я думаю, вы манипулируете, пытается вызвать у человека чувство вины. Вот. Вероятно, для вас это способ получить что-то ласковое. А когда вы говорите, что у нас происходит ссора, вы игнорируете свой вклад в конфликт. Потом вы говорите, что это его задолбало в грубой форме, задолбали мои слезы, я тропаю нервы. Ну, а сами вы как считаете? Впрочем, я максимально стараюсь делать ссор. От меня зависит, что именно он это или представленец, или я вставаю, так сказать, ну или такое. И то и другое, скорее всего. Если отношения гендерные, то это неизбежно. Что бы вы ни делали. Что нам делать? Не знаю. Вам нужно обратиться к психологу и личностные деятельности. Я понимаю, что мы очень любим друг друга. Вы сами, в какой-то степени, я боюсь, не оформляете того, что говорите. Вы только вдумайтесь. Вы говорите, я понимаю, что мы любим друг друга. Я понимаю, что мы любим. Любовь. Это не то, что понимают. Любовь, это то, что чувствуют. Это раз. Вы можете говорить, отвечать. Только за свои чувства это два. Это два. В-третьих, вы не знаете, что чувствует другой человек. Это три. Это три. Сразу три фонарика, которые говорят о том, что личных границ у вас, ну, не так уж и много с вашим мужчиной. Что слишком вот, возможно, сильно вы от него стали зависеть. Вот. А если человек чувствует, что жизнь другого зависит от него, он хочет отстраниться. Это вполне нормальная реакция. Ну, как мне это видится, конечно. Как мне это окажется. Дальше. Так, очень любим друг друга, но слов любви и ласки, приятных слов не хватает просто. Даже что тут не хватает, просто их нет. Я не очень понимаю контекст, в котором вы говорите, что вам не хватает ласки и, ну, значит, ласковых слов. Вам не хватает, исходя из двух из ваших ощущений? Или вы считаете, что в отношениях их должно быть больше? То есть, понимаете, в первом случае вы невнимательны к своим переживаниям, к тому, что происходит тут. Непосредственно, ну, непосредственно с вами. То есть, нехватка ласки, вы переформировываете в требования этого. от мужчин своего. А в втором случае вы транслируете, как бы, свои представления об отношениях на реальную жизнь. А реальная жизнь и ваше представление об отношениях, ну, могут не совпадать. Это нормально, если вы не готовы делать поправку на реальную жизнь, на реальных людей, на реальные возможности людей. А просто, словно говоря, ну, требуйте, будете требовать от того, кто рядом с вами, от того, как вам это видится. То просто будете таким идеалистом, которого, ну, будет достаточно сложно воспринимать всерьез мужчину. Вот, как бы, вашему мужчине, как, мне кажется, уже несколько тяжеловато воспринимать вас всерьез. Именно потому, что вы требуете от него того, что он не готов вам давать сейчас. От того, что он не хочет вам давать сейчас. Да, он вам раньше этого хотел давать, теперь он этого давать вам не хочет. К сожалению, или к счастью, имеет право. Но вы этого не принимаете, вам от этого больно. Здесь, но первый план, как мне кажется, выступает ценность вашей жизни и интерес вашей жизни, которого, мне кажется, у вас нет. Вот. Вот всегда немного грустно видеть, когда люди, порой, естественно, способные, далеко не глупые. Вот. Когда эти люди начинают носить себя в жертву другим людям. Тоже не плохим. Тоже не плохим. Тоже не глупым. Тоже не глупым. И не злым, в общем-то. Но, попадая в этот замкнутый круг и не осознавая того, пара начинает жить очень деструктивным способом. Я думаю, что ваш мужчина, он тоже чувствует определенную неловкость и, может быть, даже вину за то, что не дает вам того, чего вы хотите. Но, правда, правда, на мой взгляд, заключается в том, что на данный момент он этого не может. Делать не может. Вот. Может быть, не хочет, но как-то вот ему страшно это поднять. Вот. А самое главное, что он чувствует, как вы давите на него. Нет ничего хуже, мне кажется, с того, когда начинает что-то говорить или делать. По требованию кого-то. Дальше. Так. Помогите, посоветуйте, пожалуйста, как быть. Ну, я сказал. Я хочу спасти отношения. Про треугольник Карпмана. Читайте в контексте. Спасение, я думаю, будет полезно. Вернуть как-то эту романтику. А вы пытаетесь вернуться просто. Вы спросите себя, зачем нам эта романтика? Почему вы хотите ее вернуть? Такой романтики как была уже не будет. Она может быть другой. Это будет более глубокая, более тонкая романтика. Она может быть. Для этого вам нужно научиться видеть свой интерес, научиться видеть себя, а не растворяться в другом человеке. Такая вот история. Поэтому в минуте романтики мы вам вряд ли поможем разобраться в себе и научиться ценить себя и эту ценность выражать другим людям вполне. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.